Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Встречаюсь с парнем 3,5 года. Цветы дарят только по праздникам, но я ему напрямую месяц говорила, что хочу цветы. Так и не получилось. Сегодня поговорила с ним, объяснила, что сейчас сезон, везде можно нарвать, было бы желание. Он не хочет говорить, что купить что-то вкусное лучше, чем цветы. На этой почве у нас ссоры, что делать? Ну в первую очередь я бы слегка обратил внимание на то, а какое значение для вас имеет цветы, что вы так активно их просите. Ну то есть, такое ощущение, что вам важнее получить цветы, а не проявление искренней любви, например, по отношению к вам. А вот, это, конечно, очень серьезный, как мне кажется, момент. Ага, дальше. Если мужчина дарит нам не цветы, но что-то другое, это очевидно, что у него есть, ну, определенные, скажем так, ценности. Да, то есть человек считает, что купить что-то вкусное лучше, чем цветы. И это вопрос принятия вами, мужчины. То есть принимаете ли вы своего партнера или нет? Дальше. Поскольку я думаю, что цветы не могут быть причинами для ссоры, то я полагаю, что причина в другом. Причина в том, что вы не чувствуете себя важной, не чувствуете себя значимой, вероятно, не чувствуете себя женщиной, когда вам не дарят цветы. И здесь важно понимать, что мужчина может подарить цветы, а может нет. Здесь важно понимать, как вы об этом говорите, что вы хотите, как вы обращаетесь с вами, чувствуете, как вы выражаете, что конкретно вы выражаете, но в то же время, я хочу понимать и следующее, то, что дарение вам цветов ни в коем случае не поможет почувствовать себя лучше, почувствовать себя значимой, почувствовать себя стойной и так далее. Не поможет вам это, потому что если внутри себя вы сомневаетесь, если внутри себя вы не уверены в том, что вы, ну, что вы женщина, что вы привлекательны, если вы не чувствуете сами себя интересным, если вы испытываете неуверенность в себе и так далее, то цветами здесь в дело не поможет, он не поможет. Здесь сможет помочь только индивидуальная работа с психологом. А не требование от мужчины того, что, ну, для него может быть не совсем понятно, очевидно и так далее. Такое, как мне кажется, тоже может быть. Вот. Значит, основных моментов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание, несколько. Первое – это принятие вами человека. Таким, как он. Второе – это ваша потребность. То есть, чего же я хочу. В цветах. Третье – это то, как я говорю о том, что мне нужно. Как я говорю о том, чего я хочу. Четвертое – это ваш внутренний конфликт. То есть, это то, как получается, что вам необходимо, вот, ну, получить именно цветы. Как так? Как так вот выходит? Вот, пожалуй, то, на что я бы хотел обратить ваше внимание сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Последний аспект, на который хочется заострить внимание, на котором хочется заострить внимание – это аспект запроса. То есть, вы спрашиваете, как мне быть? А как быть, чтобы что? Ну, хотите как-то быть, как быть, чтобы что? Наставить мужчину, дарить вам святынь, в себе разобраться, ну, в смысле, понять, что происходит, например, со мной или что? Чего вы хотите? То есть, это один из, на мой взгляд, ключевых моментов. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго, я желаю вам удачи, я буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на самую работу, конечно, если вы этого хотите, если вы в этом заинтересованы. Пока я не знаю, в чем вы заинтересованы и чего вы хотите, но тем не менее. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.